Добрый вечер, добрый день. Это программа «Особое мнение». У микрофона Ольга Бычкова. С особым мнением сегодня у нас диакон Андрей Кураев. Добрый вечер. Добрый вечер. Давайте мы начнем прямо с вот такой вот внутри российской политики. Я знаю, что вы следите за этой темой, имеете свое отношение к этому вопросу, потому что видела ваше ЖЖ, там перепост какого-то социолога с каким-то незнакомым мне ником. Про недостатки плебисцитарной демократии. Вот на примере этих вторых туров выборов, которые мы сейчас все наблюдали с большим изымлением. Вас удивляет сегодня? Ну, во-первых, я должен сказать, что вечер не очень добрый. И никогда в жизни я ненавидел, не ненавидел так эхо Москвы, как сегодня. Потому что ради нашего с вами свидания, да, мне пришлось ехать в экстремальных условиях. Мы очень ценим. Мы очень ценим дождем, осенним, холодным, порывистым, около ветер. Мы очень высоко ценим этот путь. Мой двухколесный друг, в общем, да. Нет, вы понимаете, я должна объяснить. Да, я тогда уже объясню, раз вы сказали об этом. Я объясню нашим зрителям и слушателям, что Андрей Кураев приехал сюда не просто под дождем проливным, который сегодня заливает Москву. Просто заливает, это абсолютный потоп. Но он приехал сюда, как обычно, на своем мотоцикле. И поэтому это просто представить себе вообще такое совершенно невозможно. Так, да, ну да, что касается выбора. Знаете, самое замечательное, что вот в этом втором туре в некоторых областях есть, это то, что во втором туре явка избирателей в два раза зачастую выше, чем в первом. Это означает, что люди поверили в то, что от них что-то может зависеть. И они могут не только в пьяном виде на кухне говорить свое истинное отношение к власти, да. Плохо что? Плохо то, что им все равно за кого, кому отдать свои голоса. То есть голосование, на самом деле, проходит в режиме против всех. И неважно, какую фамилию носит этот самый против всех. Главное, не тот единоросс, который надоел за предыдущие бесконечные годы своего правления. Так там либо единоросс, либо неизвестно кто. Вот я поэтому и говорю, что это не знак симпатии к коммунистам или к жвиновцам. Это скорее такой сигнал ласти, как вы достали. Кто угодно, любой черт, кроме вас. Конечно, это крайне опасная позиция. А кроме того, циничные политтехнологи кремлевские, они специально это и готовят. С тем, чтобы все любые конкуренты, которые есть у их кандидатов, выглядели как вот нечто совершенно несуразное. Более того, я даже не исключаю, что может быть в этих регионах, этим регионам, как раз, центр организует веселую жизнь в ближайшие годы. Чтобы, например, на мере их руинирования, всем остальным сказать, ну вот видите, вот что бывает, когда вы не вместе со всей страной шагаете, не в ногу. Но, тем не менее, все-таки замер общественных настроений, он достаточно ясный. Он совсем не такой радужный, как и говорит официоз. Да, но что из этого должно последовать? А с чьей точки зрения? Ну, например, с нашей с вами, как граждан. А может быть, с точки зрения условного мифологического кремления? Ну, конечно, отсюда должен следовать банальный призыв граждан, исполняется гражданский долг, будьте последовательны, все равно в самом тяжелой ситуации все-таки ходите на выборы. Да, наверное, это надлежит в этой ситуации сказать. Ходите на выборы, даже если вам приходится выбирать неизвестно кого из неизвестно чего. Вы знаете, история показывает очень такую странную вещь, что иногда дит на бабочку ломает хребет не то что верблюду, но и льву. И режимы, которые оказались вчера железобетонными и нешатаемыми, вдруг совершенно непонятно из-за какой-то ерунды, казалось бы, вдруг сразу рушится. Потому что внутри, на самом деле, опоры уже нет. Какой-то экзоскелет в виде космонавта с дубинками. Вот он это держал, а внутренней опоры совершенно нет. Поэтому, на самом деле, любое серьезное, какое-то более-менее массовое политическое движение в стране может иметь непредсказуемые последствия. Проблема в том, что это понимаем не только мы с вами, но и власть. И поэтому напротив любого движения нет. Но, с другой стороны, она пока не показывает какого-то большого хитроумия. Все, что вот сейчас, например, нам может сказать власть, что да-да-да, это не то, что мы тут вот так вот облажались, а мы просто так все с самого начала и было задумано, да. Это хитрый, коварный... Какое нужно хитроумие, если у них в запасе все телевизионные каналы? Они считают, что они владеют умами в стране, до некоторой степени, до значительной степени, так оно и есть. И поэтому, что тут хитрого-то нужно? Особо ничего. Ну да. А плюс к этому уровень зарплаты и жизни в стране занижен настолько, что даже для того, чтобы малость поднять его, особо больших усилий не требуется. Да, это правда. Вот коротко хочу вас спросить, чтобы потом перейти к другой теме более подробно. Государственная Дума ускоряет всячески изо всех сил просто рассмотрение этого законопроекта о повышении пенсионного возраста. Это прямо каждый день там новое чтение практически запланированное и все очень быстро. Вот почему тут-то никто не слушает людей? Это же прямо буквально рыть себе, не знаю, ну не могилу, наверное, но политическую могилу, да. Ну, во-первых, я так понимаю, что у государства просто сильно маловато средств на это, да. Да как-то разумеется. Куда они ушли? Да, то есть у них ясно, что есть более приоритетные проекты у них, очень для них чем-то интересные, там где и попилить легче можно и так далее. Но поэтому им очень не хочется озадачивать себя, как бы бы то ни было, социалкой. И в этом смысле этот тренд всех путинских лет, а впрочем еще и ельцинских, вот избавиться от социального наследия Советского Союза. Вот это для них интересно. И как бы вот в том сегменте своих расходов, которые, ну не для меня, а для того, чтобы меня не зарезали. То есть это общество на самом деле, с их точки зрения, расходы на пенсионный фонд, это обеспечение то же самое, что расходы на Росгвардию. То есть обеспечение некой минимальной своей безопасности. Но все равно не очень хочется. Лучше Росгвардию отдать. То есть внутри этой статьи большой. Переспределяются вот так вот для них средства. То есть это просто Росгвардия в любом случае эффективна. Вот как доброе слово и пистолет приблизительно. А в остальном я могу только банально повторить. Одна из которых на самом деле, как бы, мне государству ничего не нужно в отношении пенсии к таковым. То есть я сам всю жизнь откладывал мои деньги, которые я временно в данный банк переложил, доверил, отчисляясь с их зарплатой и доходом. То есть вы озаботились. Почему эти деньги кто-то должен конфисковывать, утилизать или на ходу менять договор? В общем, конечно, это разбой. То есть если бы была бы норвежская система, что же государство говорит, что от доходов, которые государственные компании получают, от продажи общего национального достояния. Мы их свернуваем в фонд национального достояния, в том числе пенсионный фонд. И оттуда мы его гражданам даем. Или как в Кувейте что-то там оплачивается. В конце концов бесплатный газ в Турканистане или еще что-то. То там это было понятно. Это логика. Что вот государство мать, вот его сиська и вот на пенсии вы туда припадете. И вдруг эта мамка говорит, ты знаешь, детишки, вот у меня сейчас проблема, я чуть-чуть приболела, поэтому подожди немножко. Сиська все равно твоя, но чуть попозже. Это можно было понять. Но в нашей модели получается, знаете, вот есть такой замечательный фильм «Последний отпуск». Американский фильм, где она замечательная, милая, толстая американка, афро-негричанка, узнает диагноз, что у нее рак, и осталось ей жить буквально месяца полтора. Она, бедная женщина, работает кассиршей в каком-то супермаркете. И она решает в последних месяц своей жизни, врач уже четко поставил ей приговор, провести красивый. Ей попадается на глаза рекламный букет. Вот Карл Увара, это жутко далеко для Америки. Это другая планета. Вот такой суперотель есть, надо полететь туда. И что она делает? Она идет и требует у кого-то пенсионного фонда, которому она приписана, дайте мне все деньги, которые я вам перечислил. И они ей дают. На эти деньги она первым классом летит, как Карл Увара, снимает суперлюкс. Ну, дальше уже начинается, скорее, комедийный сюжет. Трагедия переходит в комедию, замечательный сит на фильм. Но вот сама по себе такая возможность, она жутко интересна. В принципе, у нас то же самое должно было быть. Дайте мне эти деньги или хотя бы завещайте их моим детям. Передайте их моим детям, если я умер до того момента, как пришла пора мне, пока я от вас получать то, что я вам уже передал. Этого нет. Поэтому вот в нынешней ситуации это иначе, как грабеж, назвать нельзя. Давайте мы сейчас сделаем очень небольшую паузу. Я напомню, что эта программа «Особое мнение». Андрей Кураев у нас в студии. Мы, конечно, сейчас, после очень маленького перерыва, мы, конечно, обратимся сейчас к главному вопросу, по которому нужно именно спрашивать Андрея Кураева. Это все, что происходит между Константинополем, Россией и Украиной. Сейчас вернемся. Радио «Эхо Москвы» и компания «РТВАЙ» представляют программу «Особое мнение». И мы продолжаем программу «Особое мнение» у микрофона Ольга Бычкова с особым мнением Андрея Кураева. Но одна из последних новостей на тему отношений с Константинополем в том, что Синод на экстренном заседании принял решение прекратить в храмах Московского Патриархата молитвенное поминовение Патриарха Константинопольского Варфоломея за Божественной Литургией. Говорится уже о том, что Москва Константинополю не подчиняется. Я, по-моему, даже сегодня в вашем ЖЖ прочитала пост о том, что с имперцами вы написали, что Евангелие у меня раскрывается на разных страницах. Это что значит? Давайте поначнем с вами с другой новости. Давайте. Римский Папа Франциск как раз заявил о том. А, я хотела вас тоже об этом спросить. Нет, не об этом. Потому что это такое узко интересное заявление, что вроде бы Ватикан договорился с Министерством культов Китайской Народной Республики о легализации присутствия католической церкви в Китае. Дело в том, что в Китае очень жесткая установка. Последние лет 70 никакая религиозная республика не имеет права иметь зарубежный центр. Поэтому было заявление ЦК КПК о том, что Далай-Ламы отныне будут утверждаться и назначаться ЦК. А не по случайностям рождения где-то там за пределами Тибета и так далее. Только проверенные товарищи будут считаться реинкарнациями Далай-Ламы. На что Лама Острововна ответила, что ну хорошо. Я может вообще девочка в следующий раз перерашься. Чтобы мне не ушли. Ну и так далее. А надо объяснить опять-таки, что это не шутки. Да, это же на полной серии. Да. То есть Андрей Кураев островный человек. Он умеет шутить, но это не шутки. Это на самом деле так. При всей дружбе Путина и нынешнего Мао, тем не менее, Московская патриархия не может воссоздать Китайскую автономную православную церковь. Не может опослать епископ. Опять же, по этой же причине они никому не решают иметь зарубежный центр. А вот с Китаем все-таки они как-то договорились. И в части, что в Ватикан, там китайцам удалось вывести свою породу католиков. Они называются католическая патриотическая церковь Китая. То есть они во всем католике, но они заявляют, что мы римскому папе не подчиняемся. А так мы во всем католике. Ватикан сесть на них как бы отлучил от церкви. Но это было еще давно, это еще не в 50-е годы. А сейчас Франциск заявил, что он признает этих товарищей, в том числе даже и покойного епископа одного, который уже умер. Признает их саны, хератонии и так далее. То есть теперь у католической церкви есть некая легальная перспектива. Потому что Ватикан, я признал патриотов этих. И теперь, соответственно, и правительство их тоже признает. То есть теперь есть перспективы развития, стабильного развития китайского католичества. Как видите, передаем пример. Когда раскол, длившийся по политическим матерям десятилетия, тем не менее он был преодолен. За счет чего? За счет того, что более умный и старший уступил. Да, все-таки Ватикан старше, чем китайская патриотическая церковь. Вот смотрите, с Украиной аналогичная ситуация. На самом деле за последние, ну то что 200, даже 500 лет, все рождения национальных поместных церквей в православном мире начинались конфликты. Но всегда роды любого существа – это катастрофа. Это боль для матери, боль для самого малыша. Это некая такая катастрофа болезненная. Но через это появляется некая новая веточка жизни. Соответственно, всегда новая, так называемая, национальная церковь рождается через конфликт с церковью матерью. А церковь мать – это обычная такая имперская старушка со своими амбициями, которая привыкла считать себя величайшей и очень не хочет кого-то отпускать. Но вообще любые родители не хотят подростков отпускать от себя. И вот этот конфликт подростков и родителей, когда вдруг родители не понимают, что в их квартире появилась комнатка, в которую лучше без стука не входить. Вот родители съезжают. По известному анекдоту, скажите, а на ком сроке вы заметили, что ваш ребеночек шевелится? Ну, лет 30, когда он все-таки съехал на самостоятельную квартиру. Так вот, возникает период, когда ребеночек начинает шевелиться, съезжает на самостоятельную квартиру, родители его проклинают. И какое-то время они друг на друга смотрят. Потом этот ребеночек, скажем, рождает детенка, внученка. И уж ради внученка, мама, которая говорила, да если ты на этом мерзавце замуж за него выйдешь, я тебе никогда. Ну, перед Юлькой она не может устоять. И признает, ладно, так и быть, признаю этого зятя, хотя он мерзавец, но придется о ней признать и даже в завещании упомянуть. Вот нечто подобное в церковных отношениях. Почти сто с лишним лет русская церковь была в расколе с Константинополем, прежде чем Константинополь ее признал. Аналогично потом, когда родилась самостоятельная греческая церковь, не подчиняющаяся турецкому патриарху и султану в ходе войны за независимость в 20-х годах 19 века, тоже раскол несколько десятилетий. Над тема болгарская, ассоциизма, румынская, албанская, сербская. Все эти церкви, они когда-то были же введены Османской империи, включая, между прочим, Закарпатия, которая потом одно время была советским. И вот на руинах Османской империи, по мере и ужимания, возникали национальные королевства, которые, естественно, требовали хотим своего патриарха. Константинополь сопротивлялся, но иногда под давлением, как и странно, турецких властей, иногда для того, чтобы ослабить единую эту христианскую солидарность, они поддерживали, скажем, болгар, они поддерживали. Пусть у болгара будет своя церковь, не подчиняющаяся нашему турецкому патриарху. Ну, политика. Политика, политика, да. В общем, и в конце концов, опыт исторически показывает, что есть три пути реакции на этот разговор. Первое. Ну, действительно, окопаться и столетия подряд посылать по ту сторону анафемы и проклятия. Не очень красивый путь. Второй путь. Делать то же самое, предвкушая, что имперская армия однажды реинтегрирует взбунтовавшуюся провинцию в свой состав, и тогда на броне танков или в седлея каких-нибудь хиночар, гусаров и так далее войдут наши правильные епископы и станут просто частью оккупационного режима нормально. И так было, когда, скажем, замечательно такой был человек, который вошел в историю с именем императора Василия, а прозвищу его такой милый христианский болгаробойца, который просто так адгеноцидил болгар, присоединил в средние века, присоединил их в царство Назарской и Зазарской империи, ну, и заодно, конечно, ликвидировал скифальную церковь и патриархат. А, да. Вот иногда такое в истории бывало. Так вот, я полагаю, что многие московские политологи на это надеются, что вот, ну как, ну в мягком варианте, что вот беды и невзгоды украинского народа под Порошенковским игом станут столь невыносимыми, что народ устроит очередной там Пятый Майдан, восстанет, свергнет же Домандеровский режим, попросит нашей помощи, и тогда вот задача правильной церкви – украшать цветами и гирляндами наши танки по дороге во Львов. А они часами приползут, конечно. Ну, естественно, тоже под гусеницей, естественно, и тоже с цветами. Вот, да. И третий вариант, то есть, вот можно вот, иногда в истории такое бывает, поэтому, да, бывает. Вот, и третий вариант, вместо того, чтобы перестреливаться анаферами, сказать, вы знаете, ну, это факт, и иногда Божий промысел, мы верующие люди, понимаем, Божий промысел действует через людей, которые, ну, вот, на наш взгляд, чумазы, и не очень рукопожатные, и от них нехорошо пахнет, и они, конечно, беззаконники, и много канонов нарушили, но у Бога свой замысел. И поэтому давайте не будем противляться. Раз это устоялось, как однажды один мудрый, член Сеиндриона сказал своим еврейским коллегам, если дело этих самых учеников Ешуа Ганоцаря, оно от Бога, не от Бога, оно не устоит, оно развалится. А если от Бога, если не устоит само, зачем нам марать руки в их крови? А если оно устоит, зачем нам быть богоборцами? Давайте поэтому оставим, посмотрим, что получится. И вот иногда и Константинский трех тоже за тысячелетия своей истории научен тому, что иногда вот какие-то неприятные такие хулиганы и так далее, которые горят с акцентом, плохо знают нашу родную великую греческую культуру и прочее, нарушают наши каноны, но Бог действует и через них тоже. Вот этот Константинский трехцов в Константинском избрал такую позицию. Как мы когда-то подарили автокефалию хулиганищей Москве, также мы это сделаем с нахулиганившим Киевом, покроем любовью. Это масса исторических прецедентов. На стороне Москвы их в этом вопросе нет. Потому что вот заявление Синода, которое вы поняли, 14 сентября, самое страшное, что там есть, это то, что там нет ничего, там нет позитива. Там вот просто декларация идет, мы будем отстреливаться до последнего украинца. А позитив-то... То есть это просто такая злая, ревнивая реакция. Такое мстительное впечатление обида, кого у нас это отняли, это, это, это бронье, потому что Константинский трехцов не отнимал. Он не себе брал, а давал свободу всем тем восставшим, отколовшимся от империи частям, Польше, Финляндии. Да, это важный момент, что он не забирает себе, это не передел, конечно же, там каких-то субъектов или объектов. Но разве был вообще какой-то другой, вообще хороший выход у Русско-Православной Церкви, если мы вспомним о том, что все это является, наверное, следствием вовсе даже политических событий, Крым нашего и вот всех этих историй. Выход, знаете, даже у съеденного пирожка... Какие варианты? Даже у съеденного пирожка всегда есть два выхода. Так и здесь. Выход был, в общем-то, он еще даже возможен. Это если желаем украинцам автокефалию, мы подарим МСМ. Понимаете, в чем еще тут сложность? Главное препятствие на пути украинской автокефалии сегодня это не патриарх Кирилл, а это патриарх Филарет. Потому что он очень хочет так вот в той же белой патриаршей шапке перейти из своего расколчика в ту структуру, которую создаст Константинополь. А Константинополь, скорее всего, поставит фильтр. И скажет, мы готовы принять через некое покаяние, но в том достоинстве, в котором он был в русской церкви. То есть, саниметрополит, но не патриарх. Это что значит? Он должен будет имитировать хотя бы на один день то, что он складывает в себя достоинство патриарха. Ему это в ряд предлагал Варфоломе еще 10 лет назад, в 2008 году. Он отказался тогда, поэтому этот план Варфоломеев рухнул. И сегодня Филарет – это некое главное препятствие. Поэтому если бы мы дали автокефалию Украине, пусть даже не Филарету, а нашему митрополиту Ануфрию, то дальше эту автокефалию не признал бы Константинополь. Он вообще не признает всех автокефалий, которые дарила Москва. Скажем, американская автокефалия. Ну да, понятно. Но тогда, смотрите-ка, замечательно было бы, тогда бы украинцы, сведомые, ширхи, должны были бы бодаться с Константинополем за признание своей автокефалии. То есть перевести стрелки. Они же стрелки были признаны. Мы что могли сделали, подарили. Кроме того, при этом подарке можно было бы... А почему вы догадались до такого прекрасного варианта? Потому что я думаю, что патриарх Кирилл не вполне адекватно. А то есть в реальность, когда 10 дней назад, при встрече с финскими лютуранами, сказал, что ни один патриарх в истории не был так свободен, как я. Во-первых, есть несколько видов свободы. Один из них – свобода от страстей и амбиций. Это чисто астетическая, психологическая вещь. Вторая, конечно, это политическая свобода и несвобода. Понимаете, все-таки не будем забывать удивительную вещь. Когда 14 сентября с утра собрался наш Синод для того, чтобы выработать свое отношение к Украине, то параллельно этому пришли президент Песков сказал, что мы внимательно следим за ходом этого Синода. Никогда в истории такого не было. Прозвучало словесе. Да. Так вот, я думаю, что на самом деле по этому вопросу решения, главное, принимаются не в Данилово монастыре. Да, давайте мы сейчас сделаем очень небольшую паузу. Это важная тема, мы ее продолжим. Есть еще несколько вопросов, и наши слушатели тоже хотят что-то уточнить. Эта программа «Особое мнение». Андрей Кураев в эту студию вернется. Радио «Эхо Москвы» и компания «РТВАЙ» представляют программу «Особое мнение». Мы продолжаем программу «Особое мнение». У микрофона Ольга Бычкова с особым мнением Андрея Кураев. Мы продолжим разговор по поводу отношений между Константинополем, Россией и Украиной. Вот вы можете объяснить такую вещь для Русской Православной Церкви? Вот это вот потеря Украины. Это что такое? Это вопрос уменьшения в размерах? Это вопрос престижа? Или за этим стоит еще что-то материальное тоже? Я думаю, что слова Евангелия «Престиж» вообще плохо совместимы. Первое. Второе. Размер имеет значение в каких-то иных областях, но вряд ли в области духовной жизни. Есть я, есть мой Бог. Какая разница, сколько нас? Большинством голосов духовный вопрос не решается. Есть замечательная формула. Один человек плюс Бог – тоже большинство. Для Русской Церкви, собственно, обретение Украины и автокефалии ничего плохого не значило бы обычному священнику, тем более прихожанию. Но какая разница с того? Молится о патриархе Кирилле в Харькове или не молится? Честное слово, что до этого? Вот болгарская Болгария не молится о патриархе Кирилле. Поэтому, если уж ты приехал в Болгарию, у тебя какие-то проблемы, ты не можешь пойти в храм, помолиться, еще что-то. Это как точно надуто. Это обычный закон о манипуляции рекламы. Первое, что делает нормальная реклама при подвешении товара на рынок, создает у потребителя ложное чувство потребности. Ну, как ты без этой фигни жив? Ты без этого вообще жить нельзя. Поэтому все уже имеют, а у тебя еще нет. Вот так же и здесь остаются ложные эффективные потребности. Но, понимаете, я так переживаю за Украину, что аж вот кусок в рот не лезет. Да как они там без меня? Вот. Если же человек не настолько искалечен вот этой имперской пропагандой, то для него тут ничего не происходит, ничего он не теряет. Вот, кстати, вообще во всеправославном мире никогда не голосуют акциями, пакетом акций. Вот у меня столько прихожан, столько приходов, поэтому вы должны со мной идти. У Александрского патриарха мало прихожан, или у Иерусалимского совсем мало. Это никак не сказывается на авторитетности его голоса на все православных собраниях. Но, тем не менее, мы наблюдаем, как Москва просто страшно сопротивляется этому решению. В общем, насылает все вот эти вот проклятия, о которых вы говорите. Понимаю. Значит, есть какие-то еще резоны, кроме тех понятных, которые... Конечно, человек, который профессиональный, ну, религиейный, культуролог, историк, философия. Да, меня учили все, да, пробовать понять чужую вселенную. Логику, непонятные для меня мысли. Там же она есть, она может быть очень необычной, ну, как, то есть логика-то всегда обычная. А вот просто базовые материалы, с которыми работает эта логика, они могут быть незнакомыми для меня, они вполне понятными для меня. Значит, в данном случае позиция Кремля и Патриархии очень понятна, но только при одном предположении. Что если церковь выступает в качестве заградотряда или партизанского отряда, в планах реинтеграции Украины. Или, напротив, ее дезинтеграция. Да, опять же, интеграции хотя бы кусочков. То есть, если церковь является инструментом или заложником политической... Совершенно верно. А она является им, получается. Вы знаете, ну, за конфетки надо платить. А конфетки, это что такое? Ну, это, скажем, камуфляжный храм, например, который собираются строить в пустыне, в лесах и болотах по Москве, даже по инициативе СССР обороны. Это невероятно. Просто картинка невероятная. Да, не менее невероятная указитка, которая прошла 17 сентября по МЧС. Распоряжение во всех пожарных счетах страна служить молебен про докона Божьей Матери Неопалимая Купина. Зачем? Государственное ведомство. И вдруг приказ молиться. То есть, понимаете, это было в программе 6 кадров комедийной. Когда объясняет стюардесс, уважаемые пассажиры, в случае аварийной ситуации делать так, как я. И так складываем пальчики, вот так, три пальчика вместе, касаемся лба, потом живота, правого плеча и левого. И кричим, господи, помилуйся. Знаете, ну что, так работает наша МЧС теперь? Неужели это правда про МЧС? Это не все книги? Нет, мне даже прислали саму бумажку. Ну, когда, понимаете, по тысячам пожарных депо, скажем так, странно это расходится, и в том числе священники это видим, да, не только сами пожарные. А пожарными у нас только православные работают? Да, они, естественно, разные, но вот это вот административный восторг, дурь такая, что вот если начальник считает, что это важно, все остальные должны это делать, а почему-то конституция, кто ее читал. Ну, так вот, поскольку такие конфетки регулярно государственный аппарат делает патриархии, вот, то есть... А не нужны патриархии, такие конфетки? Вот в виде, вот, например, вот таких вот... А дело в том, что это... Дурацких конфеток. Да, конечно, конечно, нужны, потому что, опять же, там же своя логика, как и своя логика Константинополя, кстати говоря. Это логика мужиков, играющихся в реконструкцию империи. Но просто Константинополь свою империю, свой пазал собирает, византийскую империю, пусть хотя бы виртуальную, так вот, да, такое византийское сотрудничество наций, используем термин византолога-боленского. Да. А в Москве своя империя, которая вот совсем вроде бы недавно еще как бы и была, и поэтому кажется, что ее очень легко вот... Это же недавно, этот товарищ Омбер, поэтому еще можно реанимировать. Да, это, к сожалению, было прямо вот еще все очень свежо и чувствительно. А что это за история вокруг Афона, когда выглядит это все снаружи, для тех, кто не очень в теме, например, что там не дают визы, не пускают, не хотят, не любят, как будто бы оттирают там наших от какого-то участия. История очень необычная, потому что Греция все-таки всегда очень, скажем так, благодарна и добра по отношению к России. Вот, и то, что они решились в публичную область вынести недоразумение, которое есть, это считается, что достава. Вот, а ситуация какая? Мы в свое время, скажем, переживали в 90-е годы, что какие-нибудь богатые олигархи западных стран приезжают по дешевке, скупают наши оборонные предприятия, стратегические и так далее. Вот, и вот, пользуясь своим временным преимуществом в долларах, да, соответственно, начинают слишком влиять на нашу жизнь. Что правда, так оно и было, да. Ключевые слова гривен. Да. Вот, а сейчас, по сути говоря, то же самое делают и некоторые российские олигархи из Афонского клуба, которые явно не без одобрения Кремля пробуют создать такое промосковское лобби в странах православного влияния. В том числе и Греции. Ну, во-первых, шок булу. Понимаете, ведь Россия в последнем при Путине все время ищет слабые звено в цепи НАТО и ЕС. То предлагаем Исландии оплатить все долги. Но главное, чтобы правильно голосовали. Потому что решение же там, в этом ужасном Примечном Западе, там же консенсусом принимается. Поэтому нужно хоть какой-то акционер. Сейчас вот с Венгрией, с Форбаном дружат, вот кто угодно. Одно время ставили столкнуто на французского президента, то на немецкого канцлера. Какой-то свой человек должен быть в Ватикане, который должен там за нас золочко замолвить. И в этом смысле, конечно же, Греция тоже однолюбленный Эрнаган в чем-то, Турк, да. Ну вот, поливекторная игра, а где удастся? Знаете, какой-то брусиловский прорыв. Говорят, гениальность Брусилова в том, что он решил, давайте всем кагалом навалимся. Не будем выбирать и готовить одно или два места удара, вообще каждая армия прет прямо. Вообще, план довольно бездарный, может быть, самым бездарным, что может быть, всем фронтом шаг вперед. Но противник просто оказался еще дурее. Астронгерская армия в той поры оказалась еще дурее. Поэтому был определенный успех. Так вот, также здесь пробуют везде, а вдруг где-то удастся. Разведка боем. Вот эта разведка боем, она ведется в Греции, там, казалось бы, есть преимущество, там православные люди, общее византийское наследие, в том числе византийское наследие предполагает культуру взятки, денежные подарки чиновникам, иерархам и так далее. Это скрепа сквозь века, конечно. Да, конечно, да. А учитывая, что и там церковь не очень отделена от государства, то поэтому через, соответственно, архиереев можно влиять на правительство и так далее. Поэтому было создано российское и палестинское общество, императорское на углу, поставили откровенного чекиста Степашина, который еще недавно был глава ФСБ. Ну, предельно откровенно, понимаете, но дальше некуда. Точно так же был создан фонд российско-элендского единства в главе господин Алексеев, который был старшим сотрудником института марсизма и ленинизма еще в 80-е годы. И вдруг он восплывал любовью к Элленам и на православной именно почве. Ну, просветленные эти люди, конечно. В общем, это определенные когорты, совершенно определенные когорты товарищей, которым при этом дали карт-бланш, финансовый, прежде всего. И начались огромные вливания. То есть, прежде всего, это пункты русского присутствия в этом мире. Миссии в Русалиме, скажем, или тот же русский монастырь на Афоне. Ну, и всевозможные подарки, конференции, где там, пожалуйста, премиум-класс все за наш счет. Это фонд Якунина уже, тоже чекиста, да, и бывшего главы РЖД. Диалог цивилизации. Слушайте, вы когда-нибудь видели, чтобы конференция была постоянной такой кочующей конференции, то на Крите, то еще где-нибудь. А у них, оказывается, в центре Берлина есть огромный то есть, это постоянно действующая, простите, резидентура под названием диалог цивилизации. Ну, Берлин-то такое намоленное место в этом смысле. Да, я понимаю. Вот. И, как бы, грекм, это все немножко надоело. Причем интересно, что скандал возник даже не из-за Украины, а из-за того, что конфликт греков и Македонии. То есть, России все равно где. Любой палатарм на Балканах почему-то очень хочется. Хорошо, давайте перекупим македонцев. Вот, раз у них бодание со всеми, давайте сделаем вид, что мы хотя бы македонцев поддерживаем. Опять же, из-за этого решили даже греков бросить. Пробовали устроить правильные выборы в Черногории. Да, если там Сербию не удалось удержать, она все-таки все равно евроинтеграция идет. Ну, тоже провалилась. В Черногории тоже. То есть, вот, знаете, вот именно брусиловская атака на все, что можно. Да. И вот греки этим ему замутились. Что вы, понимаете, участвуете в этом деле и даете взятки, чтобы как-то правильно пророссийскую, а не пророссийскую позицию занимали вопрос. Теперь получается, что они будут всячески сокращать там русское присутствие, да, на Афоне? Нет, всячески не будут. Не русское присутствие, они не монахов оттуда выселяют. Ну, да. Речь идет о том, чтобы вот эти вот якобы православные элитные чиновники, которые приезжают с большими чемоданами, вот как бы вы здесь не очень желательно. Особенно те, которые с шикистским прожили. Чтобы они там не чувствовали себя вот как дома. Да, ну и поскольку крышу представляет патриархия, то поэтому и некоторых чиновников патриархии тоже осадили. Вот у нас осталось буквально 30 секунд. Я хотела успеть вас спросить про Папу Римского, который высказался про секс как дар Божий. Что-то новое вот это обозначает в этой теме христианской секции? Не спросите любого раввина, что означают слова в первой главе книги «Бытие», что размножайтесь, плодитесь, размножайте землю, или создавал животных по роду их, и он вам скажет то же самое, естественно, и инстинкт размножения, возможность этого, возможность любви. Конечно, это Божьи дары. Так что ничего нового в этом нет. Спасибо вам большое. Это Андрей Кураев в программе «Особое мнение». Спасибо, что пришли, несмотря на дождь и всю эту непогоду. «Особое мнение». Спасибо.